всем привет меня зовут аня и сегодня хочу рассказать вам как же перевести родителей в германию данное видео снято для канала жизнь германии tupagermania.ru к сожалению людям которые переехали в германию на пмж приходится мириться с проблемой редкого общения с родственниками которые остались на родине и особо остро чувствуется эта проблема с родителями и так уж складывается что с возрастом необходимость переезда в германию становится все более насущной закон ограничивает миграцию для родителей иностранцев если они не обладают гражданством страны ес родственники совершеннолетнего мигранта получают вид на жительство по воссоединению семьи лишь для предотвращения особо тяжелого жизненного положения обладатели германских паспортов и мигранты абсолютно равны в возможности перевести свою родню юридический оборот исключительно тяжелое положение четко не определяется поэтому чиновники призваны выдавать индивидуальное разрешение на въезд рассчитывать на положительный ответ возможно если отказ по воссоединению семьи покажется работнику ведомства неприемлемым при этом экономическая социальная и правовая обстановка страны в которой живет родственник в расчет не принимается ситуация рассматривается в личном и в семейном плане например отец из-за возраста или болезни нуждается в постоянном уходе а ухаживать и присматривать за ним некому придется убедить чиновника что отказ в визе может усугубить эту ситуацию до вопроса жизни и смерти подписывать смертные приговоры и приятного мало но рано радоваться если чиновник все-таки готов принять наличие тяжелой жизненной ситуации следом за этим вам придется доказать что переезд все-таки решит проблему как минимум служащее ведомство проверит у вас наличие достаточного дохода и соответствующие жилой площади малоимущие люди и люди которые получают социальные пособия к сожалению свою родню перевести не смогут но помимо финансового вопроса нужно будет еще и доказать осуществление стремления ухаживать за вашим отцом или матерью если человек без должного присмотра умирает то его родственники будут исполнять роль сиделки служащие обязательно проверит реально ли семья которая принимает беспомощного полностью подготовила план по необходимому уходу за человеком допустим ребенок не беден и готов посвятить время родителю и чиновник полностью убедился что такая миграция сбавляет от смертельного исхода здесь останется решить последний но очень важный вопрос медицинским страхованием в германии действует закон об обязательном страховании все жители германии обязаны застраховаться в частной либо же в государственной кассе если это государственное страхование то человек платит взносы своей зарплаты и вправе в эту страховку включить еще и свою супругу и несовершеннолетних детей но на родителей такая опция включения к сожалению не распространяется остаются частные кассы если человеку более 50 лет и он еще ни разу не был застрахован в германии то возможность страхования в частных кассах финансово будет довольно высока для людей со слабым здоровьем крайне высока а для людей которые нуждаются в постоянном уходе иностранцев чрезвычайно высока 1400 1600 евро ежемесячно и с возрастом цена страховки будет только расти если человеку более 65 лет то частная страховая фирма потребует в месяц с него около пары тысяч евро но и давайте подведем итоги чтобы у совершеннолетнего иностранца получилось воссоединение семьи с родителями ему необходимо во первых подтверждение экстраординально тяжелой жизни матери или отца на его родине во вторых обоснование переезда как панацеи в третьих что вы действительно готовы ухаживать за больным четвертых финансовая порука и достаточная жилая площадь и пятый пункт оплата страхования на случай болезни до 2000 евро в месяц получается что сделать визу родителям германии согласятся ну не вполне адекватные мигранты нормальный человек придумает как лучше потратить эти несколько тысяч евро на своего родителя чем доводить дело до постоянного присмотра за матерью или отцом если смотреть по финансам то выгоднее поддерживать родителей за границей и получать налоговый вычет за финансовую помощь родителям но помните что деньги в жизни это не главное и давайте рассмотрим варианты независимой миграции для пожилых людей реальный вариант это получение визы для изучения немецкого языка если оформить официальное приглашение в германию и оплатить интенсивные курсы по изучению языка которая будет составлять 18 часов в неделю то никаких препятствий по получению визы на год у вас не возникнет туристической медицинской страховки будет вполне достаточно ну а из минусов вам во первых нужно будет оплачивать эти языковые курсы но и естественно посещать занятия а уже через год вам потребуется думать над новым вариантом если родственник моложе 50 не исключается вариант трудоустройства человек имеющий диплом который будет сравним с немецким получает визу для поиска работы длительностью до полугода знание немецкого добавят вам шансов работа даст вид на жительство а с заработной платы платятся взносы в медицинскую кассу немецкая пенсия начинается в 67 лет ну а за 8 лет вполне реально выполнить все условия для получения немецкого гражданства факт который подтверден опытом владельцы бизнеса или капитала трудоустраивают своих родственников в своей же компании если нет возможности учить язык или искать работу остается вариант и делать гостевую визу или пользоваться правом безвизового въезда для граждан украины и молдовы разрешается гостить 90 дней раз в 6 месяцев по ходу нахождения в гостях может произойти абсолютно что угодно например ваша мать или ваш отец может завести какое-нибудь интересное знакомство а между прочим одиноких пожилых бюргеров германии ну просто предостаточно при этом заключение брака поможет решить вопрос медицинской страховкой будущий супруг должен как минимум пять лет быть сострахован до брака в государственной кассе насколько вы поняли простых способов по воссоединению совершеннолетнего мигранта со своими родными просто нет придется проявить настойчивость понести денежные растраты и приготовиться к затяжной борьбе с бюрократическим аппаратом то что я сказала ранее касается только взрослых мигрантов которые хотят забрать своих родителей в германию несовершеннолетним иностранцам с пмж и внж и немецким гражданам родители переезжают безо всяких проблем если эта тема интересует вас более подробно то переходите по ссылке под видео и читайте статью на нашем форуме интересующие вопросы вы также можете задавать в комментариях под этим видео либо же на нашем форуме но если вам потребуется индивидуальный подход к разбору вашей жизненной ситуации то вы всегда сможете заказать платную индивидуальную консультацию на сайте жизнь германии всем спасибо за просмотр лайкайте это видео если оно было для вас полезным не забывайте подписываться на канал но с вами была аня пока пока